всем привет наши дорогие зрители и подписчики канала вы как всегда на канале семья на чемоданах мы в полном составе вернулись на юг как мы это сделали где провели первые два дня нашего возвращения обязательно посмотрите в предыдущем видеоролике в этом видеоролике мы отправляемся в новое приключение так как кемпинг который мы выбрали для стоянки нам не зашел почему не зашел гляньте все это есть в предыдущем видеоролике что нас сегодня ждет я не знаю поэтому обязательно досматривать выпуск до конца и погнали вместе с нами так покажу вам немножко вот этого кемпинга смотрите ну это как его так сказать его окраина уже выезд нам он обошелся в 900 рублей сутки что считаю это хрена потому что у них нет ни хрена ну ладно посмотрите в том видеоролике кому будет интересно а мы отправляемся дальше мы заехали в лермонтово пляж здесь битком вообще вот этот центральный который доедет который в ноль набереж не знаю будет вам видно не будет но тут реальный трындец друзья сентябрь середины сентября море теплое выгода поехали распугались вот море уже холодное там туда-сюда мы вообще сегодня купались вот прям от души дай я же не вру 10 сентября вода сколько градусов 22 слов мне кажется больше теплое ветер прохладно все-таки такой уже осенний водичка теплая но и людей конечно соответственно тоже на немало я скажу мы сейчас заехали в один кемпинг тоже посмотреть мы сюда заезжали узнавали цену находится прямо в самом начале лермонтово но мы решили здесь не останавливаться потому что питали надежду на тот где мы были в предыдущем видеоролике но по факту оказалось что здесь все кемпинги отстой вот этот кемпинг значит мы пойдем это самый дешевый кемпинг здесь и он находится прям как сказать в самой движухи дай здесь у нас есть аквапарк сразу набережной и центр ну по факту здесь вот такая огромнейшая огромнейшая парковка где хочешь там и встаешь вот типа вот ребята ведь встали вот и все он есть кафешки на территории и он сразу морюшко но здесь получается душев нету туалетов нету ничего нету мы долго думали долго гадали долго смотрели в итоге мы приехали приехали в архипосиповку сегодня переночуем завтра покажем вам это поселочек сами посмотрим на многие писали посетите в августе в августе не получилось посетим ее в сентябре очень удачно встали у нас вот здесь вот речушка течет не помню как называется и общению просто проезжал увидел раз автодом у ребят стоит еще один интереснейший бусик из питера и собственно мы первым делом сразу же постелил закрывая машину и мы отправляемся ужинать у меня для вас очень важная информация ребятки мы в геленджике прожили достаточно долго пропутешествовали посмотрели очень много интересных туристических и нетуристических мест каждый маршрут сами на своими ногами пропилили между прочим с детьми везде ездили на машине изучали кит парковки где-то вкусно кушали и в общем по итогу мы написали свой авторский гайд по большому геленджику то есть здесь не только геленджик а весь его район поэтому можете смело отправляться в путешествие с нашим гайдом всего лишь цена 490 рублей ссылочка есть в описании приобретаете изучаете и путешествуйте по большому геленджику с легкостью и с удовольствием ссылка там продолжаем мы здесь вдоль реки прошлись он на море шка река горы здесь есть горячий душ я думаю что нужно спросить сколько стоит возможно с утра завтра покупаться и вот так вот мы попадаем на набережную архипосек пить здесь же очки собирают все накупались уже все возвращаются домой с это час наденешь шашлычок на рулить а завтра когда будет светло мы мы погуляем кстати в мае когда здесь гуляли ли в апреле мы гуляли не помнишь точно это здесь все было под реконструкцией а сейчас все открыли отельная территория да здорово все подсвечивается красота вот она арка до вечером конечно здесь тоже погулять другая обстановка атмосферочка на сцене рассказать как тебя как я встретил архипосиповка расскажи выглядеть какая красота попадаем в самый центр там аттракциончики все светится кстати до архипосиповка это геленджикский район забыл сказать вот здесь мы покупали шаурму здесь она очень вкусная прям рекомендации так идем сейчас что-нибудь выберем гляньте как здесь атмосферно и правильно сказала здесь теплее мы вот видите футболочка наша любимая рубрика еще по деньгам смотрите я вот так вот чек прикреплю так ветер вот смотреть 1500 рублей почти достаточно много всего взяли 250 300 500 600 с копейками шашлыка вышло на самом деле нормальный порт все будем кушать еще на рынок зашли представляете такой и сладости теперь насика довольно тоже хотелось ее получила ну да как же мы соскучились по этим красотам по этому теплу хоть на самом деле уже прохладенько но тем не менее ну гляньте как здесь атмосферно решили просто здесь погулять посмотреть что здесь как да здесь было по бедненькому вне сезон часто вообще пока это все работает горячее мороженое ясю ну чё скажете доброе утро дай веронечка покажу вам сейчас как мы устроились покажу пока погоду прекрасная погода ветра нет вчера ветер был лютый к мастинчик проводили так покажу вам как вы расположились наш грудь наши чемоданы наш макранс огромнейший огромнейший кровать на шторочки все это дело перед мы закрываем часть вещей могут убираем даже коляску видите вот так готовим кофеечек сейчас чайочек сейчас я думаю что нужно сгонять за выпечкой как принц вчера и думали а пока все чистят зубы даже наш мирончик я угораю с людей все идут и заглядывают у нас тут четыре автодома с этой все это я не знаю то ли люди просто культуры у нас такой нету всем интересно да 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 особенно когда просыпаешься людям это мы проснулись уже люди на море идут и они до чего окна заглядывает нам видно и мне видно это короче угарно вообще наш завтрак пока подогревалась кофе насенка сбегала здесь прям рядом есть столовая делала блинов две столовых купила блинов яйца все очень бюджетненько в архивке кстати вообще все бюджетненько кроме вчерашней кафешки пока не так жарко мы решили все дружно сделать восхождение на гору ежик там есть смотровая площадка беседочка наблюдали неоднократно но никогда не делали вот сегодня мы это попробуем сделать жаль забыли слинг мирона в подольске поэтому придется его тащить на руках а пока мы идем на пляж уже слетаются люди и становится все больше и больше больше все идут морюшка теплая сегодня тоже обязательно будем купаться все посмотрим здесь пока все уже купаются мы начинаем восхождение на эту гору вот так вот видите позади меня море и мы начинаем двигаться мирончик на ручках достаточно крутой подъем я сейчас покажу эти все вот так вот скалисто камни вылетают на самом деле из-под ног лучше конечно ходить каких-нибудь трекинговых кроссовках наверное так будет лучше но мы в тапочках ухты смотрите просто да реально как камнепад вот это конечно полная жесть я вообще в шоке посмотрите просто свалка сюда видимо просто в туалет ходят люди да оставил своих внизу потому что подниматься короче жесть я пошел на разведку с поднимусь найду это место а потом приведу своих в целом то уже виды открываются магически походу я дошел до сюда с детьми ходят вот наверно сразу пойду за своими посмотрите сколько людей в архивке просто невероятно да здесь открывается поселочек но сейчас поднимемся выше будет еще лучше колесо обозрения как лево башня холмы давай темка вон за этот хватайся смотри да за корень давай что на этом месте я остановился пошел за своими видите здесь говно сколько сюда люди ходят в туалет что тема стой ну да чуть-чуть опоздали дельфины плавали да ничего страшного это дикий пляж да еще больше 6 красота осталось теперь только спуститься спуск обещает быть сложный потому что все из-под ног вообще больше 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 с маской плавает вообще клёво да мы туда не пойдем потому что там мы пойдем вот сюда вот и мы здесь будем купаться сейчас мы спустились сказать что это было просто нет это было крыдец как сложно все улетает из-под ног очень сильно вспотели поэтому срочно идем купаться заходить конечно здесь счету удовольствие но все равно мы искупались у нас получилось сделать прорывается просто сквозь толпу да жестко и это середина сентября в июле здесь в августе конечно трендец детки играют вот так вот в мусорке а потом говорят о чат ротовирус вай 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 вообще просто просто жесть меня нет слов почему все идут в школу и на работу почему-то про школу нам задают только вопросы сколько детей отдыхает еще до сих пор зашли в столовую купили 4 борща и вот цена борщ по 90 рублей пообедали и отправились на прогулку здесь по архивке когда вы здесь были на так сказать не сезон есть эти все палатки были закрыты единицы только работали сейчас вот такая здесь движуха залетели на набережные посмотрите как здесь днем вот недавно смотрели как здесь вечером да а сейчас как днем вечером конечно своя атмосфера и мне кажется даже прикольно потому что отовсюду играет музыка все же такие на вечернем чили объем все равно солнце сильно изматывает вообще мы даже когда здесь были вне сезон мы уже заметили что архивка эта столица чебуреков и шаурмы на самом деле на каждом углу здесь даже есть палатка лучшие чебуреки и нам даже писали что действительно лучшие чебуреки здесь они просто повсюду я не знаю если вы сюда у меня батя приехал очень любит чебуреки вот точно кайфану если у вас собой есть всякие вещи ценные здесь есть камеры хранения жара нереально обед но когда шли по набережной там было написано что сейчас 33 градуса до мирончик поспал выспался сына купаться пойдем я пока вот так вот монтирую видеоролик насенька сейчас будет пить чайочек радюшенька спит вот многие спрашивают как душ и посмотрите мы все помыли голову и даже полностью помыли вода настолько нагрелась что кипяток не знаю может быть кому-то пригодится это смотрите чтобы сушилка на балконе не занимало места их выкинули как бы за балкон и к перилам к этим награждению притянули стяжками и получилось достаточно прикольно вдруг кому-то надо после обеда мы двигаемся в ту часть архипоскоп и хотим посмотреть как там обстановочка там еще река и говорят а можно купаться очень здорово вот такая здесь на пляже есть вечера вчера ходили ведь вечером прям круто огнем обычно пока единственно что не понравилось здесь это то что продавцы какие-то странные ну такое ощущение что они пофигичные да им вообще насрать уже на вас решение что знаете они сезон отмотали уже и вообще пофигу как бы денег не особо они достижены знаете человек перед новым годом на работе либо перед отпуском на себя смотря аккуратно не подходишь что-то спрашивают они даже глаза не поднимут что-то подносим вчера чешкалу хотели покупать он прям такой агрессивный мы в итоге плюнули и пошли к другому ну как-то так мы купили квасочек и хотим сегодня вот прийти вот эти лучшие чебуреки здесь всегда очередь до 200 рублей говорят здесь очень вкусно вот мы еще в не сезон когда сюда ездили нам рекомендовали эту точку вот вечером сегодня поедим так что не переключайтесь а вот это часть набережной уже зелено деревне вон всякие зеленые зоны вот эти мишки зайчики стоят пляжи мне кажется что здесь гораздо насыщенно забиты людьми но здесь на пляжах больше навеса вот так вот здесь в бархатный сезон мы дошли до реки давайте вам покажу шикарная гигантская огромная здесь кстати есть прогулки по этой реке виде так от лодки к лодке переплывают катамараны вот можно выбираться и игру что здесь мне писали что здесь можно прикольно даже вот попрыгать наверно беум видите правда бетона много не рекомендую не рекомендую а то скажите потому что я посоветовал вот так вот даже есть камышиный остров широкая река и Субтитры сделал DimaTorzok 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 И так прикольно, что многие как бы даже не понимают, что так можно и так прикольно и так атмосферно и так интересно Вдруг они будут смотреть этот видеоролик про Архипочку, где они отдыхали В общем, вам привет! Как и обещали, идем именно в это заведение, где лучшие чебуреки. Очередь как была, так она и есть. Сейчас засекем, за сколько мы управимся. Наша очередь по нашелам. Нас приняли заказ уже. Вот чувак готовит. Пять чебуреков у нас будет. Так, о чем показать? Мы ждали 42 минуты, прикиньте. И еще время готов. Сейчас посмотрим сколько выйдет. Ну клевенько так делает. Молодец. Ну что, мы даже приземлили задницу. Так, через 54 минуты, представляете? Это мы в очереди стояли. Еще и люди перебросом заняли стол. Плюс заказ, да. Вот так вот на лавочке, вот так вот на набережной. Да, там были люди, которые просто мужик сел с пивасом, где сидели уже люди. Ну, вы видите, что вообще, конечно, это ужас вообще. Да. Поступили настолько блюдски, у них еще очередь, они сели с пивасом, короче. Мы говорим, мы поедим с детьми и быстро уйдем, потому что мы с детьми. Там здесь пинуть надо, чтобы... Все, и что, что, у нас дети, у нас тоже отдых, прикиньте. Короче, жесть. Я, конечно, не спец в чебуреках. Ну, типа, тесно, тонкое, да, вкусное. Стоит ли стоять целый час в очереди? Я не знаю. Че думаете, напишите в комментариях. Тут, короче, хараоке, мы так четко встали, четко поели. Блядь, конечно, засранцы эти люди, конечно. Вот у нас такой менталитет, что вот мы много говорим про то, что нас в стране детей не любят, и кто-то с нами даже спорит. И это реально так. Вот, например, в той же Турции нам бы уже сто процентов бы вынесли бы отдельный стол, поставили бы стулья, и мы бы ели. Здесь все работает по-другому, к сожалению. В Архипке, кстати, так прикольно. Вот там, где мы ели чебуреки, там такая движуха. А здесь ближе уже вот к реке, получается, к маленькой реке, назовем ее так. Здесь уже так спокойно, спокойно, спокойно. Ни музыки, ничего. Все так кушают размеренно. В общем, ребятки, наше путешествие в Архипке заканчивается. Вот так вот провели здесь время. Я надеюсь, что вам тоже, как и нам, очень понравилось. Как вам? Пишите в комментариях. Все, мы погнали в наш автодом. Наш бусик. Будем отдыхать. Подустали что-то немножко, поджарились. Вот. Увидимся с вами в новом видеоролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok